Сегодня мне хочется поговорить с вами о теме, на которую регулярно, на каждой скайп-линии задают вопросы и немножечко осветить эту сферу перед вами, тем более, что это не такая редкая проблема, как может показаться с первого взгляда. Давайте приступим, поговорим с вами сегодня и поговорим с вами о цириазе. А я заодно попрошу Анну, может быть, они отключат у себя канал. О, спасибо большое, чтобы не фонило. Итак, дорогие друзья, как всегда, традиционно начнем с того, что такое псориаз. Кто не знал, с греческого псориаз переводится как зуд или чесотка, но на самом деле это не просто заболевание, при котором кожа зудит и чешется, но оно системное. Что это значит? Это значит, что оно выглядит, как болезнь, поражающая в первую очередь кожу, но на самом деле оно поражает в той или иной степени все органы и ткани. Оно хроническое, это значит, что оно потенциально не лечится и, к сожалению, Нобелевскую премию за него пока никто не получил. Оно не инфекционное, то есть не заразное. К сожалению, это довольно болезненное заболевание. Мы знаем, что есть хронические заболевания, которые никак не проявляются, типа диабета или гипертонии, а псориаз действительно приносит страдания. Он довольно часто вызывает, скажем так, большие проблемы с внешним видом и еще и, ко всему прочему, чреват инвалидностью. Как я уже сказала, полного излечения пока нам недоступно. Псориаза и довольно большое количество отрицательного влияния на качество жизни. Вот столько разных сторон у псориаза есть на самом деле. Так что давайте разбираться. Как всегда, опять-таки цифры и факты. Насколько это актуально вообще? По статистике, по псориазам страдает 2% населения Земли, но распространенность разнится. И вы видите, что в Соединенных Штатах Америки это 4,6%, в Норвегии аж 11%. К сожалению, для нас с вами чаще встречается у представителей белой расы, а у чернокожих азиатов это до 0,7%, но с небольшой звездочкой на будущее. Одинаково часто встречается и у мужчин, и у женщин. И начинаться может, к сожалению, в любом возрасте, от раннего детского до глубокой старости. Но в среднем, по статистике, первые признаки псориаза отмечаются в среднем возрасте под 30 лет. Вот такие цифры. Но, дорогие друзья, что бы мне хотелось вам сказать, и чтобы вы ощутили, скажем так, насколько это все-таки актуально. Дело в том, что у псориаза есть эблюция, как, собственно говоря, у всех видов на Земле. И вы видите, что псориаз, собственно говоря, склонен к распространению. Если в 80-е годы в Китае, вот мы с вами говорили об азиатах, вообще было меньше 0,2%, то через 25 лет уже 0,6%. То есть даже азиаты, которые вроде бы генетически не склонны к псориазу, вы видите, начинают ощущать на себе, что это такое. Согласитесь, от 2 миллиардов 0,6% это уже набегает много людей. В Штатах в 2004 году было почти 2%, сейчас в 2 раза больше. В Норвегии вообще шокирующие цифры было около 5%, в 79-м стало, извините меня, пожалуйста, 11 с лишним процентов населения. То есть это достаточно серьезная тенденция. И, к сожалению, могу вам сказать, что в России ситуация примерно такая же. Псориаз стал более распространенным. У псориаза есть два пика возникновения. Мы с вами говорили, что может поражать людей от мала до велика, но первый возникает где-то в 20-30 лет, и второй, вот максимальная статистика, скажем так, в уже пенсионном возрасте. Но детский псориаз отличается тем, что средний возраст сначала у детей как раз гормональная перестройка. У детей вообще до 16 лет это редкость, слава Богу, я так считаю. Но тем не менее, если псориаз начался в возрасте до 15 лет, это прогноз более тяжелый. Как правило, такие дети отличаются наследственным фактором, то есть у кого-то в роду псориаз был, и у них более, скажем так, длительное течение, чаще обострение. В общем, довольно непредсказуемый результат, скажем. Если псориаз начался в более старшем возрасте, то там, как правило, можно добиться затишья на несколько лет подряд. То есть в любом случае работать там проще. Вот псориаз, скажем так, в увеличении. Вы видите, что самая распространенная форма, она такая бляшковидная. Есть корочки, такие, скажем так, покрывающие красные пятна. Это очаги хронического воспаления. Там избыточно размножаются клетки иммунной системы, вот лимфоциты, макрофаги. И избыточно распространяются клетки кожи, размножаются. Они не успевают созревать как надо, поэтому отшелушиваются раньше, не держатся, скажем так, на коже как нужно. И плюс это сопровождается избыточным образованием мелких сосутиков, так называемый избыточный ангиогенез. То есть вот видите, собственно говоря, не так уж красиво это выглядит. Вот почему люди со псориазом действительно страдают и чувствуют себя некими изгоями. Посмотрите, вот самый частый вариант. Бляшки могут достигать размеров до 20 см. Как правило, располагаются симметрично, то есть одинаково справа-слева. Есть у псориаза предпочтительные, так надо сказать, места. Это локти, колени, крестец, скайп, то есть вот выжилоглосистая кожа головы, вы видите, как на фотографии, и руки-ноги. Кроме того, что псориаз может чесаться, вот зуд кожи, и покраснение, и отечность, и люди ощущают жжение, в 20% в случаях повышенная кровоточивость на месте вот этих вот псориатических элементов. То есть вообще, согласитесь, действительно достаточно проблемная ситуация. Но если бы все ограничилось только кожей, мы с вами уже обсудили, что это системное заболевание. И вот еще один признак псориаза, прямо по центру, псориатический артрит, то есть воспаление суставов, связанное именно с псориазом. А по бокам, видите, поражение ногтей. Тоже, собственно говоря, проблема достаточно распространенная. И опять-таки нарушающее качество жизни, кроме того, что это не так уж красиво выглядит, особенно представьте себе пациентку, женщину, это доставляет серьезные неудобства, то есть боль, зуд и так далее. Но, опять-таки, мы говорили с вами о хроническом воспалении, и когда говоришь с партнером GNS, это человек, который уже знает, что хроническое воспаление – это один из факторов преждевременного старения. Хроническое воспаление – это один из факторов риска атеросклероза. Хроническое воспаление – это проблема, которая гарантирует вам практически более раннее наступление проблем с сердцем и сосудами. И вот спутники псориаза, вы видите, болезнь сердца и сосудов, связанная с атеросклерозом, метаболический синдром, о котором мы с вами говорили, то есть комбинация гипертонии, ожирения, нарушение обмена глюкозы, низкий уровень хорошего, так называемого, холестерина высокой плотности, или, скажем так, отдельные компоненты метаболического синдрома, или все вместе. К сожалению, псориаз повышает риск развития злокачественных новообразований, в том числе и рака кожи. Псориаз довольно часто сочетается с другими проблемами с иммунитетом, то есть аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз или воспалительные заболевания кишечника. И, как это ни печально, еще и может повышать риск психиатрических состояний, таких как тревога и депрессия. Посмотрите, пожалуйста, вот факторы риска развития псориаза. И первым пунктом избыточный вес, а именно ожирение, индекс массы тела больше 30 повышает риск развития псориаза. И поэтому, я думаю, мы с вами имеем сейчас такую картину, когда псориаз стал более распространенным, мы сейчас говорили уже о эволюции псориаза. Мы, помните, обсуждали, что ожирение стало фактически эпидемией 21 века. Возможно, что одна из причин просто псориаза – это как раз ожирение. Ожирение вызывает хроническое воспаление, и псориаз – это хроническое воспалительное заболевание. Инфекционные заболевания, какое-либо часто служат как толчок для развития псориаза, то есть у детей, у молодых это могут быть какие-то стрептококковые инфекции, то есть, грубо говоря, проблемы с горлом, простуда, так называемая банальная, и потом здравствуй псориаз. Вещи инфекции могут сопровождаться псориазом, в том числе стресс эмоциональный, довольно сильный, может стать пусковым толчком для псориаза. Травма кожи, курение и употребление алкоголя повышают риск развития псориаза, беременность, гормональные нарушения, резкая отмена глюкокортикостероидов, то есть, перенезолона, например. И некоторые лекарства, увы, могут повышать риск развития псориаза, причем часть из них мы используем нерезко. Опять-таки, может быть, и это является одной из причин того, чтобы псориаз стал более распространенным. То есть, как вы видите, вроде кажется, что меня это не касается, но никто не гарантирует, что через несколько лет вы не познакомитесь с псориазом лично. Поэтому все-таки лучше знать проблему в лицо. И попытаться, безусловно, ее избежать. Посмотрите, мне очень нравится эта картинка. Эта диаграмма была приведена в 2014 году в журнале экспериментальной дерматологии. Фактически псориаз похож на такой пирог, где вот по центру генетическая предрасположенность, потому что человек должен быть действительно предрасположен к развитию псориаза, плюс пусковой фактор окружающей среды, так называемые триггеры. Все это вызывает хроническое воспаление, инсулинорезистентность, то есть те самые проблемы с обменом веществ. И опять-таки псориаз может предрасполагать к ожирению. Это все может повышать риск развития инфаркта, инсульта, метаболического синдрома и атеросклероза. Сам псориаз по себе может способствовать депрессии. Согласитесь, это угнетает, когда ты знаешь, что у тебя есть ситуация, не излить потенциально, которую придется всю жизнь контролировать, да и выглядит это не очень красиво. И в итоге получается стигматизация, то есть человек чувствует себя ущербным, помеченным, он не чувствует себя таким, как все. Это постоянные затраты на лечение, будь то местное на кожу или внутрь. И лечение длительное, но результаты неполные, никто не гарантирует вам, что вы, несмотря на то, что вы все принимаете, как прописал врач, получите стойкий длительный результат. Вот такая вот картина. Поэтому, дорогие друзья, очень важно понимать, что это действительно хроническое заболевание. Мне очень нравятся плакаты, которые распространяются в Хорватии. Сосредоточься на мне, а не на моей коже. То есть обратите внимание на меня, а не на мою кожу. Псориаз действительно может у каждого из нас появиться. И как-то надо понимать, что это ситуация, которая ни в коем разе не должна человеку мешать участвовать в жизни общества. Давайте посмотрим. Вот вкратце буквально я вам покажу. Лечение псориаза, вы видите, целых три, скажем, компонента. Мы мажем пациентов местно различными кремами, содержащими там гормоны, аналоги витамина D, производные витамина А, и разными всякими компонентами. Люди внутрь принимают лекарства, причем цитостатики, это препараты фактически сходные с химиотерапией, призванные остановить вот это избыточное размножение клеток, но представьте себе их побочные эффекты. Сейчас есть новые препараты, биологические агенты и малые молекулы, которые стоят космических денег, хоть они и более эффективны, и, собственно говоря, более безопасны. Есть фототерапия ультрафиолетовая, лучшие группы А, Б, и комбинация с лекарственными средствами. Сложно, сложно, дорогие друзья, лечить псориаз, но хочу вам сказать, что, как всегда, везде есть надежда, и кроме того, что мы с вами говорили в прошлый раз, что питание – это краеугольный камень политики здорового долголетия, но самый простой способ восстановить контроль над своей жизнью и в плюс к этому уменьшить проявление псориаза, как ни странно, и это действительно радостно, это еще и контроль над питанием. Потому что, да, люди, живущие с псориазом, очень часто чувствуют себя бессильными, но люди должны понимать, что каждый выбор в их жизни может поворачивать их на ту или другую сторону, и нужно действительно правильно подходить к питанию. Единственный недостаток, который, как говорят врачи, есть в контроле питания при псориазе, это то, что нужно постоянно следовать определенным правилам для того, чтобы избежать обострения. Давайте поговорим о тех подходах к питанию при псориазе и о том, что мы с вами можем сделать для наших близких или для себя, если кто-то из нас страдает этим. Первое – это контроль веса. Об этом я уже говорила. Ожирение повышает риск развития псориаза и артрита, то есть воспаление суставов при псориазе и усиливает проявление уже существующего псориаза, снижает эффективность лекарств. Плюс эффект этот генетически зависимый, то есть есть люди с предрасположенностью, у которых при ожирении могут возникнуть проблемы с кожей. И опять-таки еще считается, что ожирение уменьшает количество, скажем так, лекарственного препарата, долю на каждую клетку, поэтому, безусловно, нужно бороться с лишним весом. Снижение потребления калорий доказало свое благотворное влияние на течение псориаза или артрита. И дерматологи, это официальная фраза, вы видите из журнала Американской Академии Дерматологии, могут рекомендовать пациентам с лишним весом и ожирением диету для снижения веса как одну из опций лечения. То есть это в пункте лечения дерматологи имеют право и в принципе должны указывать еще и калории для уменьшения проявления псориаза. Вот, собственно говоря, это действительно обнадеживающая новость. Я хочу вам напомнить, что у нас с вами есть замечательный инструмент. Это действительно система, которая помогает без стресса, мы знаем, что при псориазе стресса это совершенно лишняя вещь, следовать рекомендациям, практиковать правильное питание. И наша система основана на научных рекомендациях. Все, что годится, скажем так, в качестве правильного питания при хроническом воспалении и ожирении, это все включено в наш план Zen Project Aid. И мы все прекрасно знаем Марка Макдональда и очень ждем встречи с ним в Сочи, потому что он действительно замечательный человек, замечательный коуч, то есть он тренер, который нацелен на то, чтобы людям с проблемами со здоровьем дать тот самый путь, который даст им еще и контроль веса и улучшения здоровья. Второй пункт, который рекомендуется при псориазе, это безглютеновая диета. Дело в том, что есть у этого пункта научное обоснование. У людей с псориазом, как оказалось, почти в три раза чаще повышается уровень антител к глютену. Глютен – это такой белок, который содержится в пшенице, в ржи, в ячмне, то есть солод тоже может содержать глютен. И оказалось, что при более тяжелом течении псориаза уровень антител к глютену повышается тоже. Поэтому, в принципе, всем пациентам с псориазом сейчас рекомендуется за рубежом, по крайней мере, такое заполнить опросник на симптомы непереносимости к глютену, которые включают там опросы на тему вздутия, неустойчивого стула, усталости, аниме, железодефицитные и так далее. И если, скажем так, человек набирает определенное количество баллов, ему предлагают пройти тестирование на вот эти антитела и при положительном результате просматривают безглютеновую диету, обучая человека, как ей следовать. Плюс ко всему интересный пункт был сказан о том, что дефицит витамина D тоже вызывает проблемы при псориазе с глютеном. То есть, в принципе, это хорошая опция для людей. Мы прекрасно знаем с вами, что не только пшеница, но и, собственно, манка, это тоже является, скажем так, производной пшеницей, поэтому надо действительно обращать внимание на все эти вещи. Но хорошая новость в том, что в наших продуктах глютена нет, GNS глютен никуда не включает. Опять-таки, свежие фрукты и овощи есть не возбраняется, белое мясо, свинины и молочные продукты также не содержат глютен. Но помните про все остальные пункты правильного питания. И еще один пункт – безглютеновый не значит некалорийный. Дело в том, что пищевая промышленность очень быстро адаптируется к модным веяниям и выпускает безглютеновые продукты. Для того, чтобы увеличить их вкусовые качества, улучшить, они часто перебарщивают с сахаром. Так что читайте этикетки, как всегда, это очень важно. Третий пункт питания для людей с псориазом – это диета противовоспалительного характера. Я уже показывала эту картинку вам в прошлый раз. То же самое, о чем мы говорили в прошлый раз, актуально и сейчас. Большинство людей очень хорошо реагируют на изменение питания, направленное на борьбу с хроническим воспалением. Мы с вами проговаривали, что противовоспалительная еда – это морская рыба, омега-ненасыщенные жирные кислоты, окрашенные фрукты и овощи, то есть те самые антоцианы или сферотропы повышают уровень воспаления. Красное мясо, цельное молоко, переработанное мясо, то есть сосиски, колбасы, зло, это мы уже говорили, снеки, сахар, картофель жареный, трансжиры и алкоголь. Вот это повышает уровень воспаления. Напомню вам, что если вы живете в условиях, где, скажем так, окрашенные фрукты и овощи – это проблема, у нас с вами есть замечательное решение – это резерв, который богат и антоцианами, и ресферотролом, и мы знаем, что антиоксиданты обладают противовоспалительным действием. Вот почему многие наши партнеры, которые уже страдают псориазом, отмечают, что у них и суставы болят меньше, и проявления псориаза, собственно говоря, кожные уменьшились на фоне приема резерва. То есть мы, скажем так, помогаем им практиковать как раз то самое противовоспалительное питание, то есть научно обоснованный пункт в контроле псориаза, связанный с питанием. Следующий момент – это псориаз и пищевые добавки. Причем, опять-таки, это не мое личное творчество, это журнал «Американская академия дерматологии». Собственно говоря, работа была проведена колоссальная. Я напоминаю вам, что медицина современного дня – это доказательная медицина, то есть врач уже не имеет права просто так, по своему наитию, желанию дать вам рекомендации. Это все делается на основе научных данных, то есть рассматриваются тысячи и тысячи пациентов, сравниваются пациенты одного возраста примерно одной тяжести и заболеваний, одни пациенты, допустим, употребляли данный продукт, другие – нет. У кого больше эффекта, собственно говоря, это вносится в рекомендацию. И вот показано, что жирные кислоты из класса омега-3, ненасыщенных кислот, уменьшают воспаление. Псориаз, безусловно, это хроническое воспаление, поэтому все партнеры GNS уже скажут, ну что за новости, мы и так уже все это знаем. Но опять-таки это доказанный уже факт. И положительное влияние на иммунную систему омега-3 жирных кислот, безусловно, приводит к тому, что результат ожидаемый. И по омега-3 жирным кислотам больше всего результативных исследований при псориазе, что действительно рекомендовано обогащение питания этим компонентом. Витамин D помогает противодействовать реакции организма на воспаление, связанное с псориазом. Мало того, доказанный научный факт, что при снижении витамина D отмечается обострение псориаза, поэтому обогащение питания витамином D – это тоже опция излечения, то есть практикование таких пищевых добавок. Еще одна приятная новость, что МСМ способствует уменьшению боли и улучшает функцию суставов и у пациентов с артрозом, и с псориатическим артритом. При обогащении витамина B12 было показано улучшение состояния пациентов с псориазом. Вы видите, достаточно серьезный процент, то есть почти у третьей отмечалось очищение кожи, и еще у третьей – уменьшение интенсивности высыпаний. И снижение уровня селена в крови приводит к обострению псориаза, поэтому этими компонентами рекомендовано обогащать свое питание. Мы знаем, что в АМПМ это все есть. Кроме того, АМПМ богаты и антоцианами, и другими антиоксидантами, то есть мы фактически получаем с вами с помощью комплекса АМПМ обогащение питания, то есть комбинацию противовоспалительной диеты и пополнение теми веществами, которые показали свой положительный эффект при псориазе. Еще один интересный момент при псориазе – это сывороточный белок. Дело в том, что это не только источник белка, но это еще и благотворное действие на иммунную систему. Это было показано, а некоторые данные показали, что прием сывороточного белка ежедневно в течение 8 недель может уменьшить симптом псориаза. Хочу вам сказать, что ZenFuse – это не просто сывороточный белок, а очень-очень качественный сывороточный белок, поэтому вы можете практиковать ZenFuse не только как компонент снижения калорийности, о чем мы с вами говорили о контроле веса, не только как, скажем так, составляющую источник омега-3 жирных кислот, а это в ZenFuse тоже есть. Но еще и плюс ко всему, карточный сыворочный белок тоже для того, чтобы уменьшить проявление псориаза. И напомню вам, что пробиотики – это тоже, скажем так, серьезный тренд современного правильного питания. Вы с вами уже говорили, что дисбактериоз вызывает хроническое воспаление. Доказано защитное рост лактобактерий при воспаливании кожи. И было подтверждено, что дисбактериоз поддерживает активность хронического воспаления при псориазе, поэтому, естественно, надо заботиться о поступлении лакта и бифидобактерий регулярным именно для пациентов с псориазом. И опять-таки я напомню вам, что у нас есть такие возможности с вами, потому что PM содержит лакта и бифидобактерии, собственно запатентованную смесь, и Zenfuse содержит очень хорошую, мощную дозу лакта и бифидобактерий, да плюс ко всему еще и пребиотики, то есть пищу для того, чтобы эти бактерии вольготно себя чувствовали в вашем кишечнике. Ну и опять-таки про омега я уже говорила. В итоге, с точки зрения нутрициолога, а мы все с вами, дорогие друзья, в GNS являемся фактически специалистами по питанию, то есть нутрициологами, неотъемлемый компонент контроля псориаза это оценка питания и образа жизни и изменения в правильную сторону. И было сказано, что это простая вроде бы концепция, но вот каждому может сказать, давай смотри на свое питание, чтобы оно было правильно. Но это стратегическое значение для того, чтобы обеспечить эффективность лечения и снизить стоимость, потому что мы уже с вами говорили, что лечение стоит зачастую очень дорого, а мы должны обеспечить, чтобы оно работало при постоянном хроническом воспалении и за счет неправильного питания, самые дорогие препараты могут стать выброшенными деньгами. И для пациентов с псориазом следует рекомендовать режим питания, богатый ненасыщенными жирами, омега-3 жирными кислотами, фрукты, овощи и достаточное потребление клетчатки, уменьшить провоспалительные компоненты и роль пищевых добавок была широко оценивана в недавнем обзоре. То есть вот этот обзор, который я вам вкратце в выжимке приводила, вот он, собственно говоря, цитируется еще раз в 2016 году. То есть лучше, пока ничего не придумано. Это, скажем так, самые последние были публикации, до сих пор они остаются актуальными, ничего не изменилось. Я хочу вам сказать, что мы, безусловно, должны действовать не только изнутри, а снаружи. И у LUMINES есть очень сильные стороны. Почему, опять-таки, многие люди с псориазом отмечают, что серия LUMINES помогает? Потому что это не только, скажем так, эффективное очищение, не только омоложение, но вы видите, скажем так, средство, опять-таки, для очищения кожи. Мы говорили уже о нем, но в нем есть и компоненты, вы видите, я взяла жирным, с противовоспалительным и регенерирующим, то есть заживляющим действием. Опять-таки, алоэ противовоспалительное, регенерирующее, жиростворимая форма витамина С, которая у нас есть, антиоксидант. Вы видите, ретинилпальметат, опять-таки, улучшает барьерную функцию эластичности кожи. Вот почему, собственно говоря, это помогает. Опять-таки, если возьмем топовый продукт серии LUMINES, сыворотку, он просто очень богат противовоспалительными компонентами, кроме А5-200, то есть наших вот этих полипептидных факторов роста. Вы видите, эксанбактат – антиоксидант, алоэнтаин – противовоспалительное, регенерирующее, супероксидизмутаз – антиоксидант. Мы, опять-таки, регенерирующим противовоспалительным действием, пантенолом действуем. У глюконолактона, опять-таки, противовоспалительное действие. Еще и удерживать влагу в коже, восстанавливать кислотную мантию. Безусловно, вот почему это работает. Дневной комплекс. Кстати, вот этот момент, на который я хотела обратить Ваше внимание. Очень часто люди с псориазом отмечают, что при воздействии ультрафиолетовых лучей им действительно лучше. Вы видели один из компонентов лечения – это фототерапия. Но мы знаем, что ультрафиолет, его избыток повреждает кожу. Опять-таки, я Вам уже отмечала тот факт, что псориаз увеличивает вероятность развития рака кожи, кстати, еще и по причине вот этой избыточной чувствительности к ультрафиолету. Поэтому все-таки фотозащита должна быть. То есть, несмотря на то, что, скажем, ультрафиолет может приводить к стиханию псориаза, все хорошо в меру. Фотозащита – обязательный компонент. И плюс ко всему мы знаем, что дневной комплекс содержит еще и достаточное количество питательных компонентов и опять-таки увлажняет кожу. Ночной наш комплекс действительно топовый продукт. Я не знаю, вот, наверное, с люминез, вот сывороткой ночной крем – это мои любимчики. Потому что это не только питание и восстановление, но опять-таки, посмотрите, целый комплекс антиоксидантов. И вот опять-таки противовоспалительный эффект, противовоспалительный и противовоспалительный. Очень разумно разработчики подошли к этому вопросу. Опять-таки, еще раз, вроде увлажняющие компоненты, но они сочетают в себе и противовоспалительное действие. Просто снимаю шляпу перед нашими научными консультантами и разработчиками. Еще один момент, который не может не порадовать всех. Энви – это не просто способ, скажем так, быстро привести себя в порядок, но вы посмотрите, насколько важно, что у людей с псориазом опять-таки появилась возможность не чувствовать себя отверженными. Просто поражают случаи, когда вот наши партнеры делятся в сетях результатами использования Энви. То есть человек с экземой наносит на кожу наши средства, ничего не видно. И мало того, вы видите, это не только быстрота в использовании, но вы можете подобрать под любой цвет и тип кожи. Покрытие – отличная водостойкость. То есть вы фактически чувствуете себя уверенно, что вот прямо сейчас вам нужно выглядеть нормально. Вы, к сожалению, пережили какой-то стресс, псориаз опять обострился, но вы можете воспользоваться замечательным средством для того, чтобы замаскировать этот дефект и знать, что компоненты Энви будут в то же время полезными для вашей кожи. Вот почему Энви – это действительно красота плюс польза. Напоминаю вам, что можно и регулировать интенсивность покрытия. То есть если вам нужно хорошенько все замаскировать, вы распылили три раза и получили свой результат. Поэтому действительно, видите, GNS каждый раз старается дать нам новые и новые инструменты для того, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть хорошо, и все это использовать для тела. Вот почему мы можем сказать, что фактически люди с псориазом могут действительно сказать, со псориазом точно здесь нам не обратить ни на меня, ни на мою кожу. Ну а даже если прямо сейчас есть обострение, можно замаскировать дефекты и привести свое здоровье в порядок и убрать те риски офлажнений, которые дают вот это хроническое воспаление при псориазе. Поэтому я напоминаю вам о том, что хорошо использовать системный подход. У нас есть для этого все инструменты. Помните, что во всем хорошо равновесие. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что каждый вторник у нас есть скопление. Если у вас есть какие-то вопросы по медицинскому использованию наших продуктов, о том, как они могут сочетаться с вашими лекарственными препаратами, я жду вас со звонками с 5 до 7 по московскому времени. Лучше, пожалуйста, не пишите в чат, а набирайте. Даже если я говорю с другим партнером, как всегда, я вижу ваш звонок, пишу вам сообщение, что я перезвоню, и перезваниваю в порядке очереди. Большое спасибо за внимание. До встречи с вами в Сочи. Буду очень рада видеть вас, пообщаться с вами лично. Всего доброго. До встречи субтитров.